Метро в Красноярске было изначально большой авантюрой. Такое заявление сегодня сделали депутаты ЗАГС Собрания. Подземку начали строить в 95-м году и тогда очень надеялись на федеральное финансирование. Вопрос о его необходимости в краевом центре не возникал. Сейчас денег на метро нет и оказывается, что можно обойтись и без него. На имеющиеся средства лучше не зарывать землю, а потратить на мост и транспортные развязки, считают народные избранники. Это была на самом деле авантюра. Без предварительного согласия федерации подтверждения софинансирования пошли, потому что пошли, потому что он был столицей нашего края, городу Красноярску, просто необходимо метро. Просто необходимо. Поэтому пошли, за свои средства начали проектирование, за свои средства начали строительство. Кроме этого, парламентарии говорили о перспективах нового аэропорта в Красноярске. Его финансирование с дефицитного бюджета практически не предусмотрено. Максимум запланировано расширение перона. Напомню, год назад на экономическом форуме было подписано соглашение о намерениях строительства аэропорта, но до сих пор не определены инвесторы. К слову, когда в 80-м году первый секретарь крайкома КПСС Павел Федирко открывал терминал в Емельяново, он заявил, что это временное сооружение, которое на сегодня уже исчерпало свой потенциал. А на начальный этап строительства необходимо около 2 миллиардов рублей. Но ясно одно, что, к сожалению, состояние бюджета края невозможно прямое его участие. Поэтому надо использовать все возможности края. И завтра открывается очередной 11-й форум для привлечения инвесторов и строительства современного, я бы даже сказал, ультрасовременного терминала. Продолжение следует...